Книга «Открытым оком» том 2. Сема Лапкин книги. Вопрос 846. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Он уже отошел от этой земли с духами праведников. Вкрапление, говорящие лучше, нежели Авелева. Так я понимаю, что такое есть Писание и Церковь. Это не мое личное понимание, но основано оно на Библии, на канонах Церкви, на трудах Святых Отцов. Со мною пророки Апостола и учителя Церкви. Я нахожусь рядом с Максимом Исповедником, Феодором Студитом, Исаакием Далмацким, Никитой Исповедником, Митрополитом Филиппом и многими другими, которые в этой книге всем казались, которые в этой жизни всем казались одинокими и непонятыми. Все эти герои веры создавали встречное движение против ереси и нечестия, корыстолюбия, трусости, продажности и эгоизма. У меня настолько большая вера, что, молясь им каждый день, я чувствую их помощь и одобрение реальны. Ежедневно я склоняюсь в ног Златоуста и Анна Восторгова и отца Григория Петрова. Я знаю, что со мною этот сон, и он только увеличивается каждый день, ибо сколько еще неведомых неподвижников, которые в своем понимании делаются чужими для господствующего образа мышления Церкви. Эти люди, с которыми я разговариваю, молясь им, они, достигшие совершенства, вошедшие по Христу, не могут отречься от своих убеждений, сами они живы у Бога. Они не раскаиваются в своем прежнем понимании, ибо за это получили награду. А их гонители по учению Церкви по Писанию, прокляты навеки, им уготован мрак вечной погибели, и они внутренне должны раскаиваться в своих заблуждениях. Они сами себя мысленно вычеркнули из числа палагеток и ересей. Из заблуждений, которым некогда в земной жизни принадлежали, теперь уже будучи мучимы, они всей душой с подвижниками веры, а не дьяволом бы хотели быть. Значит, они на нашей стороне умом своим. И число этих противников, чистоты православия уменьшается со дня их смерти. А число моих сторонников только увеличится. 4 Царств 6, 16-17 стихи. И сказал он, не бойся, потому что тех, которые с нами больше, ниже тех, которые с ними. И молился Есей и Елисей и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза в скуде, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами, огненными кругом Елисея. И потому одиноким я себя никогда не чувствовал и чувствовать не могу, а множество врагов рассеется, как мошкара. Исайя 29, 5. Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчаса лютых, как разлетающаяся плева метина. И это совершится внезапно, в одно мгновение. Еще один великий голос смолк, правдивый голос обличения, но где же слезы сожаления? Лишь дети лжи, поднявши буйный толк, глумятся над великой тенью. Давно ли он словом праведным карал себя, изнеженное племя? Давно ли любви и правды семя в сердцах людей так щедро он бросал? Иль позабытое это время, недолго волновало вас тех слов пророческая сила, и все, о чем вещал пророка, глаз, корысть и пошлость погубила, дымятся снова звук одила. Но день пройдет, и стихнет клевета, и вместо криков озлобления, в тот день великий возрождения, услышит дух поборников Христа, толпы людской благословения. 1858 год. Николай Алексеевич Некрасов.